Новосибирск Виталий из династии врачей. Приехал из Колыванского района. Уже 6 лет отучился по целевому набору. Продолжает по такой же программе в ординатуре. Через 2 года вернется обратно в родную Колывань. Когда я поступал, у нас был простой отбор по результатам единого государственного экзамена, с которым мы успешно справились. И в составе трех человек отправились учиться в медицинский университет. Ну и все доучились? Да, все сейчас доучились и также продолжают по целевому набору учиться дальше. И все вернутся? Безусловно. Только 2% целевиков не возвращаются обратно. Остальные после окончания вуза трудятся в центральных районных больницах. Все чаще в последние годы контракты стали заключать и медучреждения Новосибирска. В мегаполисе тоже надо решать кадровый вопрос. Пробовали и раньше, но не все получалось, вспоминает проректор по воспитательной и социальной работе медуниверситета. Лет пять назад обнаружили, как много троечников среди студентов-целевиков. Почти три четверти ребят. Была такая ситуация. Она была для нас, ну так скажем, потрясением определенным. Почему? Потому что на самом деле целевой студент это уже вот конкретный работник больницы, да, он рекомендован к нам для получения высшего медицинского образования. И он учится таким образом, что приехав к себе в территорию, в свой район, а знаний-то особых нет, а тебя сразу же в окоп на передовую пошлю, да, тебя сразу же будет работать. Ситуацию решили изменить коренным образом. Организовали регулярные встречи с руководителями ЦРБ, с представителями Минздрава, сделали вкладыш в зачетную книжку. Там после каждой сессии расписывается главврач районной больницы. 60% бюджетных мест сейчас отдано целевому набору. Четверо наших выпускников-целевиков после интернатуры, после постдипломной подготовки, получения сертификата специалиста, приступили к работе. Терапевт, два хирурга и рентгенолог. Уже полтора месяца они трудятся в Искитимской районной больнице. Анастасия вернулась в родной город с супругом. Он работает врачом в реанимации. В целом сейчас у нас все очень хорошо сложилось. И зарплата, которую я получила первая, меня абсолютно устраивает. Вот я 20 августа начала работать, 18 сентября нам уже дали ключи от квартиры. Жильем нас обеспечили, можно сказать, сразу, в течение месяца даже меньше. Молодому хирургу Александру жилье не понадобилось. Свой дом недалеко от Искитима. Мне все здесь нравится. Я побывал во многих больницах города. И могу сказать, что наша больница, Искитимская, она ничем не уступает многим больницам, которые находятся в городе. Так что дома, в родном районе, молодым специалистам помогают и стены, и высокотехнологичное оборудование. А в последние годы в Новосибирской области прошла большая модернизация медучреждений. Наталья Ацопина, Ирина Звягина, Константин Менин, Александр Давыдов. Новости ОТС.